В этой лекции мы поговорим об искусстве коллажа, а также сможем попробовать себя в качестве автора своего неповторимого произведения. Калаш – это объемное направление в искусстве. Первый коллаж появился в 20 веке, его создал Шорж Брак. Работая в самых новаторских стилях того времени, фавизме и кубизме, Брак искал новые выразительные средства. В 1912 году он стал включать в картины фрагменты картона, покрашенную текстурной краской бумагу, куски обоев, газеты, пачки сигарет и другие материалы с характером. Пикассо, знавший коллегу по цеху, решился использовать калаш в картинах вместе с масляными красками. В это же время Джон Хартфилд, основоположник фотомонтажа, создает изображение, полностью состоящее из скомбинированных снимков. С этого началась популярность коллажа. И сейчас мы рассмотрим интересные примеры взаимодействия коллажа с разными направлениями в искусстве. Многие коллажи от дадаистов – это не только изобразительные произведения, но и литературные. Стихи, сложенные из случайных слов, имеют графический и звуковой ритм. Эрнс Макс, увлекшись дадаизмом, сосредотачивается на коллажах, объясняя любовь к этому приему так. Я пытался увидеть в коллаже разработку случайной встречи двух отдаленных реальностей на неподходящем плане. В манифесте Баухауса Гропиус пишут «Художники должны быть подобны ремесленникам, но более высокого порядка. Следует создавать работы вручную, но при этом они должны быть лаконичными и понятными для всех. Для этого коллаж крайне удобен. Он сокращает время, так необходимое для рисунка и живописи, но оставляет возможность ручного труда, самого по себе вдохновляющего художника». Коллаж создает не только фактурные, грубоватые и лаконичные образы, как в дадаизме и кубизме. Работая по закону жанра, Хэмилтон собирает желанные и модные объекты из журналов, создавая новое пространство. В этом мире рекламной жизни нет грубых текстур, но наполненные только новыми модными вещами и идеальной парой, новое пространство пугает стерильностью и неестественностью. Простое совмещение двух снимков производит эффект больше, чем дал бы каждый по отдельности. Оставляя на пространстве картины только два объекта, художник заставляет их взаимодействовать, дополняя и раскрывая друг друга. Обыденный портрет и пейзаж придают друг другу масштабность природы и индивидуальность человека. Часто художник соединяет мужской и женский портрет. Это позволяет исследовать гендерные вопросы и порассуждать на тему зависимости критериев красоты от пола. Современный коллаж не стоит на месте, он развивается и движется дальше. Сегодня ценится индивидуальность автора, его неповторимое я, его личность. Это важно и для такого искусства, как коллаж. Сегодня, вдохновившись темой коллажа, мы можем сами попробовать себя в качестве автора и создать свой собственный коллаж, используя растительные элементы и различные искусственные материалы, ткани, фотографии и любые значимые и ценные для вас вещи. Итак, для этого нам понадобится, во-первых, бумага. Очень много разной бумаги, цветная, с рисунками, без, крафтовая. Чем разнообразнее, тем лучше. Помимо бумаги, вам понадобятся канцелярские товары, нож, клей, возможно, двусторонний скотч, линейка. Вам также могут пригодиться декоративные наклейки, ленточки, стикеры для заметок. Один из важнейших компонентов любого коллажа – это картинки. Тут вам понадобятся журналы, книги, листовки, рекламки. Вы можете листать и вырезать то, что вам понравится. При выборе картинок старайтесь обращать внимание не только на людей, предметы и природу, но и на однотонный фон. Он тоже может вам пригодиться. Старайтесь выбирать картинки для коллажа в журнале или книгах, чтобы они более или менее сочетались между собой. Тогда у вас точно получится гармоничный и неоляпистый коллаж. Теперь приступим к композиции. Первым делом нужно определиться с фоном, каким он будет – белым, черным, коричневым. Также вы можете использовать страницы в своем блокноте, а можно и закрасить эти страницы. Далее на фоне нужно разместить выбранные картинки и другие элементы. Главное в коллаже – это разнообразие. В крупные планы можете использовать текст из вырезанных букв, маленькие элементы, бумага разной плотности и неровные края. То есть все должно сочетаться, но при этом не быть слишком однообразным. Картинки я вырезаю по контуру, а бумагу стараюсь обрывать предельно аккуратно. Начинать лучше с трех основных элементов. Все эти картинки вы можете размещать выборочно, либо выравнивать одну картинку относительно другой. Далее вы можете усложнить коллаж и добавить многослойности. Не бойтесь двигать все элементы, пока не будете довольны результатом. После того, как вы все приклеили, вы можете добавить элементы скотча, либо наклеек или стикеров. Если в вашем коллаже образовались большие пустоты, вы можете заполнить их рисунками, использовать краски, пастель или маркеры. Можно нарисовать звезды, цветы и прочие элементы. Примерно такой коллаж получился с моими материалами. Художественная суть коллажа не ограничивается только склеиванием отдельных разнородных элементов в одном произведении. Это прежде всего новый взгляд на мир, новый взгляд на искусство.